Всем привет! Это шоу «Маминой подруги от Эльгион». И сегодня у нас в гостях прекрасные два чудесных гостя. Ребята, представьтесь сами. Вы кто? Такие? Знаю, кто такие. Ну так хорошо говорили, давай попробуем. Ваня Ржевский. Holiday Boy. Или же двойник Ходи Ферна, если вы это смотрите Бухимия. Даня. Даня Бум. И все, в принципе, ничего сложного. Даня Бум. Секси-мен, вы бы видели его фотосессию для нашего нового февральского номера Эльгиол? Вы офигеете. Ребят, на самом деле, маленькое интро. Я думаю, что вы уже заметили, что мы вас раздевали не просто так. Короче, наш февральский номер посвящен Дню Святого Валентина. Ну, что, в общем-то, очень логично. Поэтому вот все вот эти сердечки... Я никто не раздевал. Мы тебя раздевали, ты просто не заметил. Я никто не раздевал. Это было очень дергатно. Поэтому, если вы заметили сердечки за вашей спиной, они неспроста. На каждом из сердечек написан номер вопроса. Вы будете, каждый из вас по очереди, доставать по сердечку. Вы будете говорить мне номер, а я буду говорить вам вопрос. И вы можете на него отвечать. Причем можете отвечать вместе оба. Потому что вопросы такие... Они как бы нейтральные, но при этом довольно пошленькие. Но, блин, День Святого Валентина. Ну, такое, да. Мне жаль. Но давайте, короче, погнали. Почу номер семь. Поскольку YouTube немножко блокирует обсуждение всяких пошлых подробностей, мы будем заменять... Этот ролик не выйдет. Мы будем заменять всякие словечки, короче, на слово танец. Ну, потому что вы же тиктокеры, вы знаете немножечко за танцы, вот это вот все. Короче, слово танец. Я тебе намекну, если что, что я имею в виду. Короче, вопрос. Как часто ты танцуешь один? Ну, наверное, если у меня не супер много дел, то, скорее всего, ежедневно я танцую. Мне тоже надо? Да. А, я думал, он, типа, это его вопрос? Не, не, это для всех. Ну, сколько раз в день? Можно ли так? Я не знаю, как часто вы этим занимаетесь. Ну, от двух. В зависимости от занятости. А если вы не дома? Да, все зависит от занятости. Вот вы сегодня целый день на сферу. Я сейчас ляпну, что если я не дома... Все, холиды бой, д*****, вообще с нами не станут. Танцуют весь день. Нет, если я дома, если я дома, от двух раз. Понятное дело, если какие-то съемки, выступления, то я не дергаю. Не дергаю танцульки. Не дергаю танцульки. Я не танцую один. Вот сегодня ты целый день в издательском доме. Было ли у тебя желание уединиться? Не было, не было. Хорошо. Было ли желание потанцевать? Да. Да, не думал, кстати, об этом почему-то. Почему-то. Почему-то почему-то. Почему-то почему-то. В смысле, что у меня его работы? Нет, подожди, стой. Это, ну, как бы... Сфера. Сфера. Как ты себе представляешь? Это наша, как бы, сфера деятельности рабочая, ну, медиа сфера. Ты про что сейчас? Ну, вот, ты говоришь... А, про съемки, да? Сегодня на съемки тебе приходило в голову? Ты представь себе чувака, который на станке, на заводе, такой, х**, это какое-то, я не знаю, крыло для самолета. И такой, сейчас бы мне передернуть бы. А ну-ка, остановлю, все, пойду. Стоп, стоп, стоп. Не, ну, типа, уровень стресса. Я не знаю. Слушайте, я же девочка, я не знаю. Сексизм, да, не нашел? Девушки не танцуют. Ага. Слушай, какие ваши планы на вечер? Еще есть времечко, да? Точно поспать, вот, это сто процентов. Может посмотреть какие-то бои. Бои? Да, и... Ну, это обычный день тиктокера. Вот, поесть, ну, и, наверное, лечь спать. Не знаю, потому что я очень сильно устал. Вряд ли я буду танцевать сегодня. Да, даже так? Мы сразу же ставим телефон баттл в прямом эфире. На пять часов прямой эфир в тиктоке, да? Ну, и, кстати, и баттл, да. Он такой... Нет, я, кстати, не-не-не, я реально забыл, что... Думаю, что, возможно, будет баттл. Возможно. Но я не уверен на сто процентов. Я еду на съемки дальше. Заняты вы, ребятки, конечно. Ну, хорошо. Ладно, считаем вопрос отвеченным. Отпускай шарик. Отпускай. Ага. Вань, давай шарик. Давай. Давай, без бэрла. Шестнадцать. Окей. Самое необычное место, где ты танцевал? Или хотел бы потанцевать? Или где бы никогда не стал? У меня очень насыщенный подростковый период был. Парковки, пляжи, крыши, всякая эта история. И где понравилось? Я не вспомню даже. Ну, что-то хорошее, что-то плохое. Ну, не очень. Нельзя говорить плохое, господи. Ну, неудачное. Ну, есть крутые эмоции, есть такие себе. Ну, то есть, как у большинства людей. Где бы потанцевал? В большом каньоне. Ну, может, это через все романтично. Сорян. Ну, сейчас первое, что в голову пришло. Хорошо. А где бы никогда не стал? Туалете, может, какого-нибудь клуба. Мне кажется, это вообще да. Не было такого даже в подростковом периоде? Ну, не стал бы, не стал, ну, не, не, камон. Наверное, самая странная заброшка возле школы. Она жива была? Извините, мы это, конечно же, не вывезем. Мы это не вывезем. Вот, ну, наверное, заброшка. Да. И как ощущения? Самая странная. Ну, странная, потому что она была возле школы, и типа... Тебя что пугало больше, школа или заброшка? Может, это была вообще школа? Люди, которые бегали по заброшке. Вот, наверное, это больше запугало. А то есть там еще и люди были? Ну, редко, но бывали. Вот, наверное, самое странное было. Где бы я хотел... Ну, самое романтичное место там, не знаю. Студия Эль Герл, возможно. Сегодня в нашей программе туториал по тому... Я не знаю, на самом деле. Знаете, вот эти островки с мультиков со всяких, небольшие такие вот маленькие, там где одна пальма и остров. Вот на таком острове. Наверное. Это круто. Ну, мне кажется, но я не знаю больше где. Окей. Я тоже бы не прочь. Да, прям заинтересовал. Ну, типа бы поехать на яхте туда. Ага, типа просто пальма. Там бы потанцевать. Одна пальма, вот одна пальма, что была. И два кокоса там висела. Чью. Или четыре. Вот. Два кокоса там висела. И, короче, вот там бы можно было потанцевать, потом сесть обратно в яхту. Ну, можно было бы, да. И поплыть. Где бы никогда. Да, где бы никогда. В центре Москвы на Красной площади, наверное, никогда. Ну, там бы сложно было, да. Ну, да, я не знаю, где бы никогда. В партнере. А, нет, ну, я бы тоже. Я у меня не было в клубе, и я бы не хотел. Потому что для меня, ну, это грязно. Ну, даже то, что у меня было, вообще-то, это заброшки, это тоже все грязь. И я бы не хотел либо повторить вот на заброшке. И не хотел бы в клубе, для меня это очень мерзко. Почему-то. В следующую субботу в Телеграм-канал ТикТокер в клубе. Джипси. Ууу, Джипси. Готбайдер. Секретру. Окей, ладно, давайте вопрос отвечим. Следующий. Набер один. Танец с утра или танец вечером? Вечером. Почему не с утра? Когда танцуешь, ты, возможно, общаешься с людьми. И вот этот... Людьми? Ну, с человеком. Вот этот момент, он типа, как бы... Возможно, у меня не было долгой танцевальной жизни, именно на долгом протяжении времени. Вот, промежутке времени. Возможно, я к этому просто не привык еще. И когда-то приду. Но пока вечером танцевать. А ты жил с девочкой когда-нибудь? Да, но недолго. Два дня. Три часа. То есть до утра просто не дошло, да? Да. Я так поняла. Ладно, Ваня, у тебя. Да я не прочь с утра или вечером. Я просто живу уже давно с девушкой, поэтому... В зависимости от душевного настроя, да, и так далее. Ну, и дел, соответственно. Когда там супер какой-то ответственный день, и мне нужно быть прям сконцентрированным, понятное дело, что я с утра не буду устраивать горизонтальное танго. Но вообще я не прочь. Let's go. Хорошо. Погнали к следующему вопросу. Следующий шарик. Следующий шарик. Давай, следующий шарик. 24. Нейтральный вопрос, приличный. Как давно вы в танцах? А ты вообще первый отвечаешь? А, да. Хорошо слился грамотно. Полтора месяца. Ладно. Тринадцать. Лет? Ну, с тринадцать. Реально? Ну, плюс-минус. Ну, я уже не вспомню. Ну, я просто тоже лет с тринадцати, с четырнадцати, если что. Расскажите про ваш первый танец. Да, что там рассказывать? Там ничего так... Кто, чем, как, как прошло. Случайно, не в лагере? Это было... Я думал, сейчас еще и сойдется. Не-не-не-не. В смысле? Ладно. Это был поход. Причем, меня обманули. Сейчас, сейчас. Ну, не похода. Да, да, да. Я, короче... Это, я, по-моему, нигде об этом не говорил. Сейчас будет забавно. Я познакомился с девочкой на той работе, на которой работал. Ну, у нас город-курорт, и там все эти работы связаны с ней и так далее. Ну, короче, разводом там ты ходишь в костюме, там еще что-то, аниматор. И там я работал с девочкой, познакомился. Она такая, ты был когда-нибудь в походе на пляж, ну, на пляж ходил с палаткой? Я такой, блин, в натуре не ходил уже. Да, гоу, погнали. Она мне, конечно, нравилась тоже. Я спрашивал у нее, ну, мы пойдем, окей, в поход? Сколько там вообще людей, что за компания? Да, это там мои друзья, там условно человек там 8-10, может, ну, погнали. Я говорю, ну, ладно, окей, класс, возьми там гитару с собой. Я же играл там с детства. Возьми гитару, там, повеселимся, оторвемся, потанцуем на пляже. Я думаю, класс. И, соответственно, я приезжаю с умярами, с какой-то хренью, там, шампурами, с гитарой на горбу. И такой, смотрю, и она одна стоит. Я такой, а где все? Она такая говорит, да что-то там у того не получилось, у того. Ну, мы поехали. Ну, и все, собственно. Ну, забавно. Не могу сказать, что это что-то такое фееричное было. Наверное, даже нелепое. Сколько ей было лет? Ближе. Я не помню. Она была старше? Ну, старше, да. Стоит 38. Не, не, не. Старше, но ненамного. Ну, тебе понравился твой первый танец? Я говорю, это как-то нелепо, странно, забавно было. Не могу сказать, что понравилось или не понравилось. Во-первых, это давно было, я сейчас не вспомню, из-за того, что у меня очень насыщенная жизнь. И, знаешь, я не это... Не репутсирую. Сейчас бы вспомнить, да, как же это было, ну, как бы не до этого. Было и было, ну, как опыт, просто и все. Какой-то такой нейтральный. Хорошо. Ну, у меня в лагере было, была девчонка, которая старше меня, я не помню, на два года, возможно. Был я, который, я младше ее, на два года, возможно. Ну, и все, и мы, получается, потанцевали. Я тоже почему-то не помню. Ну, как, я помню вот так, как будто, типа, как... Меня, а не я. Как подходили, как подходили к этому, а и все, и типа... Это тоже было на заброшке? Очень мало помню, не знаю почему. Я думаю, что тогда, скорее всего, почему-то у меня такие чувства, что это было странно, в плане того, что, типа, необычное что-то открыло для себя. Я как бы понимал, что есть такое танцевальные батлы, да. Но не знал, что вот оно вот, все вот так вот. А где это было в лагере? Ну, в комнате. У вас не парили вожатые? Не, они все были на конкурсе по комнате. Как удобно. Очень удобно. Окей, погнали дальше? Погнали. Давайте, следующий шарик. Четыре. Парный танец или групповой танец? Ну, парный. А когда-нибудь хотелось попробовать групповой? Был групповой. Такие вы прошаренные, конечно, я в шоке. Да, был групповой танец, но парный. У групповой это, типа, можно... Ну, типа, ты, партнер, собака. Собака, слон, например, почему я, лошадь. Вот, но, типа, если, например, это ты с другом танцуешь с девчонкой, вот, тут, типа, это больше как по приколу повеселиться, скорее, чем просто получить какие-то ощущения, вот. А с девчонкой, ну, это странно, блин. Ну, типа, с другом и с девчонкой или с двумя девчонками? Нет, у меня было с другом и с девчонкой. С двумя девчонками не было. Это не странно? Нормально? Прикольно? Так это весело, типа. Я не знаю, почему, почему-то это было очень весело для меня. Мне было лет 15. Да, то есть это еще в том же лагере, видимо, да? Не, не в том же лагере, уже прошло с лагеря года два. Вот, это было весело. Ну, девчонка очень быстро нас покинула. Очень быстро, моментально, можно сказать. То есть я там не было, в принципе, да? Со скоростью света нет, я в ее не было. Вот, но лучше, конечно, парный. Хорошо, Мань, про тебя? Ну, на данный момент, конечно, парный, но был опыт, конечно же, в непарном. Ну, расскажи про него. Ну, что, ну, по-разному и три, и четыре было. Мальчики, девочки? Нет, только мальчики. Я и девочки. С парнями я никогда не делил пьедестал в этом плане. Как бы это странно сейчас не звучало, господи. Да, ну, разное. Ну, и как, прикольно, понравилось? Хотели бы повторить? Да нет, повторить я думаю, нет. Я тот отрезок своей жизни плохо помню. В целом вообще, знаешь, но было дело, да. Ну, тут же как опыт, забавно, почему нет? Молодость. Ни о каких там чувствах не идет, конечно же, речь. Есть, что вспомнить, да. Просто там часть аттракционов из юности. Окей, хорошо, погнали дальше. Вот это здоровский ответ, я считаю. Окей, 15. Считаете ли вы необходимым разогрев перед танцем? Типа в баню сходить или как? Ну, нет, ну типа прогрев. Да нет, конечно. Прилюда. Конечно. А, ну да. Ну, я не могу, для меня это слишком животное, знаешь, типа сразу. Угу. Там фрак накинул. Я не знаю, поймете ли вы, о чем я. Ну, конечно, да. Манчу. Да, но я уже очень давно без чувств не занимаюсь танцами. И я считаю, что если присутствуют настоящие искренние чувства, то, конечно же, это не будет животные пляски, да, с бубнами. Это будет все очень искренне. Да, ну, точно так же. Но я полностью солидарен, что даже он очень различный, это эти танцы, они очень сильно различаются, очень сильно. И те, что с чувствами, мне больше подходят моей душе, чем без чувств. Ну, естественно, конечно, прелюдии, они нужны. А для вас важнее разогреть перед танцем себя или своего партнера? Ну, конечно же, не партнершу, а партнера, да. Вот, именно его разогреть хотелось бы. Это обоюдно. Ну, это обоюдно, да, это обоюдно, типа. Не, не, вот сейчас глупая часть вопроса. Это супер обоюдно все происходит, в смысле себя только. Ну, по-разному бывает, знаете ли. Ты пошел там, размялся, зашел и делаешь дело. Я не знаю, у кого по-разному так, чуваки. Такое бывает, у всех по-разному, да. Ну, вы молодцы, короче, ладно. Хорошо, и давайте последний бонусный вопрос. Три. Сколько вы можете прожить без танцев? Ну, достаточно, на самом деле. У меня был период жизни, когда я жил без танцев. Ну, во-первых, это 13 лет было, вот, до 13-14 лет. Да, это было хорошо. Вот, ну, смотря каких танцев. Типа танцев сам или танцев с кем-то? А давай оба вопроса. Ну, если танцев сам, у меня недавно, я там готовился кое к чему, и, короче, мне нельзя было танцевать, и я месяц был без танцев. Вообще, без каких-либо. В смысле нельзя? Ну, вот так вот надо, вот это для... Для работы, что ли? Ну, типа, да, для работы такой. А у тебя есть менеджер, который запрещает тебе танцы с самим собой? Что? Серьезно? Ну, там, нет, там, короче, физическое состязание, можно так сказать. Ну, я не знаю, соревнование, можно так сказать. Перед соревнованием нельзя. Подожди, а как это? А это, кстати, было в ноябре. Хорошо. Вот, но это было с октября по ноябрь. Ладно. А это как-то влияет на что-то? Ну, говорят, что да. Мне тренер говорил всегда, что да, и я придерживаюсь этого. Ну, не знаю, насколько это влияет, да. Это научно? Вот, и тренер не по танцам. Так что ты серии, типа, ослепнешь. Тренер не по танцам. Ну, короче, а с девчонкой, с девчонкой, ну, около года, наверное, не было. Ну, был такой период жизни, я не знаю, ну, типа, 8 месяцев. Сам часто, но я уже отвечал, когда нет дел, а с кем-то не танцую сейчас. Теперь нет девушки? Угу. О, девчата, смотри, тут это одинокое сердечко. Уи, так мило. Хорошо. Лай, а у тебя? Что у меня? Нет, я знаю про твою сердечко, хорошо. Ладно, подожди. Так, сколько ты можешь прожить без танца? Три дня. А что случается потом? Ну, нервный становлюсь, все рассеивается в голове. Ну, нужно как-то же стресс снимать, и вообще это важно с человеческой точки зрения. Да и, в принципе, у меня слишком, ну, даже не слишком, а сумасшедший просто потрясающий партнер, и там удержаться сложно. Это парные танцы сейчас? А если одиночные? В соло каждый день я, конечно же, практикуюсь. В соло. Сольные танцы мы практикуем. А ты тоже менеджера, считываешься об этом? Нет. Это странненько, да? Почему? Ну, не знаю. Ну, в смысле, правда, типа, вы прям за вами следят? Да нет, это шутка. Да это шутка. Короче, я тебя давай расшифрую. Давайте мы расшифруем. Он забился со своим менеджером, что не будет танцевать. Нет, нет, у меня были соревнования, у меня был бой, и мне нельзя было… Все, давай расшифрую. У него были соревнования, у него был бой, и он должен был воздерживаться. Это нормальная история. Менеджер просто контролил, да и все, да, наверное. Менеджер вообще ни при чем. Да он вообще ни при чем. Я говорю, мне тренер говорил когда-то, что нельзя. Я не знаю, как вообще менеджер сюда попал? Я не знаю, тренер тоже странно. Нет, тренер когда-то говорил, когда я тоже готовился перед соревнованиями, давно еще, в лет 14, наверное, и он мне тогда говорил, что никаких девчонок, никаких танцев с девчонками, только танцы с подцнами, нет, только никаких танцев, никаких, никаких танцев, за три недели он, по-моему, был. Этот формат идет в тартер-рым. На что это влияет, я просто не понимаю, это так странно, я в шоке. Реально, факт, он правильно говорит. С каждой минутой все хуже и хуже, они сами себя закапывают. Короче, вот как Ваня говорил, то, что ты становишься более каким-то агрессивным, не-не, наоборот, более агрессивным становишься, у тебя как будто больше энергии, я не знаю, куда-то ее девать надо, ну, короче. Охренеть, я в шоке, ладно, да, мчси. А что ты в шоке? Да не знаю, я не знала никогда про это. Ну, типа, что это как-то влияет, да, на спорт. Ну, почему футболистам нельзя перед игрой, допустим, ты не слышала об этом? Нет. Ну, вот теперь будешь знать. Минутка просвещения. Ну, тут просто, да, two hours later я такая до сих пор. Ладно, ребят, спасибо большое. Скажите, пожалуйста, какие-нибудь напутствия нашим прекрасным читательницам на День Святого Валентина. Лично для меня, у каждого человека по разному, но лично для меня с чувствами танцевать намного лучше. И как бы это ни странно не звучало, я как будто как учитель, но мантия, невидимка, она нужна. В общественных местах не надо, в парках не надо, в бассейне, в общем, тоже не надо. С любовью надо, с чувствами надо, с эмоциями надо. Танцуйте. Жизнь одна. Жизнь одна.